Журнал «Мир фантастики» представляет 6 августа 1890 года в США в обернской тюрьме штата Нью-Йорк был впервые использован электрический ступ. Новый вид казни пришел на смену повешению в качестве более гуманного способа умерщвления преступников. Споры о его гуманности не утихают до сих пор. Теория и расчеты убеждают не всех. А люди, познакомившиеся со стулом на практике, уже не могут ничего рассказать. В 1996 году в США вышла «Зеленая миля» Стивена Кинга, роман, в котором электрический стул играет очень важную роль. Три года спустя режиссер Фрэнк Дарабонт снял экранизацию книги, вставшую в один ряд с лучшими драматическими кинолентами столетия. Стивен Эдвин Кинг, американский писатель. Один из самых известных авторов ужасов, хотя работает в разных жанрах. На данный момент фильмов по произведениям Кинга существует больше сотни, это если не считать любительские картины. Писатель с удовольствием продает права на экранизацию некоторых своих рассказов. Один доллар за фильм, при условии, что фильм некоммерческий. Две самые удачные большие экранизации «Побег из Шоушенка» и «Зеленая миля» снял Фрэнк Дарабонт. Фрэнк Дарабонт. Американский режиссер, сценарист и продюсер. Дарабонт начинал работать в Голливуде как сценарист, декоратор и художник-постановщик. Крупных кинофильмов на его счету четыре. Три из них по произведениям Кинга. «Побег из Шоушенка», «Зеленая миля» и «Туман», переведенный на русский язык, как «Мгла». Кроме того, его первый короткометражный фильм тоже был экранизацией рассказа «Короля ужасов». Рассказ ведется от имени Пола Эджкомба, старика, доживающего свои дни в доме престарелых. Он пишет рассказ о том, что произошло с ним много лет назад, когда он работал в тюремном блоке смертников. В октябре 1932 года Пол познакомился с Джоном Коффи, приговоренным к смертной казни за убийство двух маленьких девочек, которого он не совершал. Джон Коффи, как напиток, сэр только пишется по-другому, был наделен удивительными способностями. Чернокожий гигант, появившийся как будто из ниоткуда, лечил наложением рук, забирал чужую боль, спасал обреченных и утешал опечаленных. За это он закончил свою жизнь на электрическом стуле. Но сперва полностью изменил жизнь всех обитателей тюремного блока. Дальше смотрите сами. «Зеленая миля» – очень страшная история. Это не хоррор про чудовища с Черной лагуны и бессмертных маньяков. Страх здесь совсем другого толка. Это негодование, ужас и растерянность человека, узнавшего, что ему предстоит казнить невиновного. Не просто невиновного, а, возможно, самого лучшего человека на земле. Когда призовет Господь на свой суд праведный, он спросит меня, почему ты убил одно из настоящих моих чудес. Что я ему скажу? Что это моя работа? Что бы ни писал Стивен Кинг, его в первую очередь интересуют люди. Он загоняет своих персонажей в самые немыслимые и чудовищные обстоятельства, давая им шанс побыть немного людьми. Именно в трудные времена важно оставаться человечным. И работники блока смертников понимают это. Во всяком случае, некоторые из них. Основное действие романа и, соответственно, фильма разворачивается в 30-е годы 20-го века. Время выбрано не случайно. 30-е годы в США – это Великая депрессия, песчаные бури в прериях, безработица, голод и отчаяние. Очень важно помнить об этом, чтобы понимать действия героев «Зеленой мили», их страхи и сомнения. Стивен Кинг не раз говорил, что настоящий страх современного человека лежит в области политики и экономики. Остаться без работы и денег, залезть в долги, оказаться вне закона – все это куда ужаснее, чем встреча с маньяком, вампиром или призраком. И куда более вероятно, особенно в годы кризиса. Попробуй ударь! Давай, давай, ударь! Обещаю, до конца недели ты станешь безработным. Не надо, брат. Именно на 30-е годы пришелся рассвет жанра хоррор в кино. Люди отвлекались от бытовых проблем, глядя на фильмы с Беллой Лугоши, Лоном Чейни и Борисом Карлофом. Мы никогда не пугаем заключенных, Перси. У них и так большой стресс. Под стрессом легко сорваться. Причинить зло себе и другим. Вот почему наша работа – это не крик. Пол Эджкомп, главный герой и рассказчик, старается облегчить участь приговоренных к смерти. Он и его коллеги считают, что даже негодяи заслуживают достойную смерть и стараются сделать последние дни своих подопечных не такими ужасными. Роль Пола в фильме досталась Тому Хэнксу. Томас Джеффри Хэнкс – американский актер и продюсер. Один из самых высокооплачиваемых современных актеров. Карьера Хэнкса начиналась с лирических семейных комедий, но успеха он добился, снимаясь в драмах. Фильм «Филадельфия» принес актеру первый Оскар и одобрение критиков. Форест Гамп, вышедший всего год спустя, еще одну статуэтку «Любовь зрителей» и «Мировую славу». Кстати, он второй в истории актер, получивший два Оскара подряд. Первым был Спенсер Трейси в 1938 и 1939 годах. Спустя пять лет после Фореста Гампа Том Хэнкс сыграл Пола Эджкомба в «Зеленой миле». Напоминаю, что каждый может отказаться. Потом будет поздно. Ну, мы сделаем. Фрэнк Дарабонт рассказывал, что видел Хэнкса в этой роли еще на стадии написания сценария. Пол Эджкомб – очень эмоциональный персонаж, но работа с обреченными требует от него быть сдержанным. К тому же человек, участвовавший в организации «Семидесяти с лишним казней», должен обладать сильным характером. В книге Пол все время беседует с читателем и с самим собой. В фильме части авторского текста перенесли в реплики персонажей, а остальное пришлось на долю видеоряда, в первую очередь на актерскую игру Тома Хэнкса. Изначально постаревшего Пола должен был играть он же, но гримерам не удалось сделать из актера столетнего старика, поэтому роль досталась Депсу Гриру. Брута Хоуэлла, близкого друга Пола, сыграл Дэвид Морс. Ну, выкладывай план. Дэвид Баудич Морс, американский актер. Известен ролями в фильмах «Танцующая в темноте», «Скала», «Двенадцать обезьян», «Лонгольеры», «Сердца в Атлантиде». Два последних экранизации произведений Стивена Кинга, как и «Зеленая милая». В 2000-х годах самая заметная роль Морса «Детектив Майкл Триттер» в сериале «Доктор Хаус». Джона Коффи, инициалы которого, к слову, совпадают с инициалами Христа, даже сложно назвать персонажу. Уместнее будет сказать, что Джон Коффи – удивительное явление, которое посчастливилось наблюдать героям. Одновременно он живой человек, робкий, молчаливый, боящийся темноты и постоянно чувствующий чужую боль. От того, каким будет этот герой в фильме, зависело очень многое. Майкл Кларк Дункан стал идеальным Джоном Коффи. Тебя зовут Джон Коффи. Да, сэр, босс. Как напиток, только пишется по-другому. Майкл Кларк Дункан – американский актер. Дункан снимался в сериалах с 1995 года. До этого он работал вышибалой и телохранителем в Чикаго. «Зеленая миля» стала его первой заметной актерской работой. За нее он получил несколько престижных кинонаград. Самые известные фильмы Дункана – «Планета обезьян», «Город грехов» и «Девять ярков». По описанию, в книге Джон Коффи был гигантом. Майкл Кларк Дункан довольно большого роста. Но в фильме сделано все, чтобы он казался еще больше. В первую очередь, это достигается ракурсами съемки. Например, как здесь, когда зритель смотрит на героя снизу. Или как здесь. Мы не видим, на чем стоит Дункан, поэтому уверены, что он просто большого роста. В действительности, он ненамного выше Дэвида Морса. Вильям Уортон, Дикий Билл, второстепенный, но очень важный герой. Он совершил убийство, за которое казнят Коффи. Но доказать это невозможно. Его присутствие делает и без того тяжелую ситуацию невыносимой. К тому же он изводит охранников и других заключенных своими выходками. Это настоящий псих. И к тому же псих, которому совершенно нечего терять. Сэм Рокуэлл. Американский актер и продюсер. Вырос в актерской семье. Впервые вышел на театральную сцену вместе с матерью. Рокуэлл – большой специалист по исполнению ролей сумасшедших, негодяев и просто странных людей. Таковы его персонажи в «Ангелах Чарли», «Зеленой миле», «Автостопом по галактике» и «Удушье». Майкл Джеттер создал прекрасный образ раскаявшегося убийцы Делла Круа. А вот роль его мышонка, мистера Джинглса, исполнила целая труппа мышей. Кстати, Джеттер уже работал с мышами в фильме «Мышиная охота». Так что привыкать к хвостатым коллегам не пришлось. Помимо актерской игры, поверить в происходящее помогает атмосфера фильма. Декораторы дотошно восстановили обстановку того времени. Блок смертников отстроен полностью, точно по описанию Стивена Кинга. Благо в тексте оно более чем подробное. А вот сам Кинг на электрическом стуле. Попросил привязать его, чтобы вжиться в роль смертника, но, кажется, уже жалеет об этом. В фильме события происходят в 1935 году, на три года позже, чем в книге. Сдвиг по времени сделан, чтобы можно было упомянуть фильм «Цилиндр», комедийный мюзикл, вышедший только в 1935. Это картина, которую показывали Джону Коффи перед казнью, и которую Пол Эджкомп смотрит в доме престарелых много лет спустя. В тексте постаревший Пол смотрел другой фильм «Поцелуй смерти» 1947 года. Почти вся фильмография Фрэнка Дарабонта состоит из фильмов по Стивену Кингу. Очевидно, что режиссер любит тексты Кинга и понимает их, как никто другой. «Зеленая миля» – фильм, где подробно показана смертная казнь, где большая часть персонажей, убийцы и ждать счастливого финала не приходится. Одновременно это очень доброе кино. И то, что оно получилось – не меньшее чудо, чем описанное в нем событие. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok